Теория Теория не всегда верна, она ждет подтверждения опыта. Теоретически умозрительный, умозаключительный. Теоретик, кто держится на одних умозрениях, верит им, стоит на них. Теорема, женское предложение, которое должно быть доказано, которое требует доказательств. Это толковый словарь Даля. То есть тут говорится, что теория и практика это не одно и то же, и теория не всегда верна. Что теория имеет статус гипотезы, предположения и так далее. То есть это синоним слову гипотеза в определенном смысле. Что теория требует доказательств. Дальше. Если мы пойдем в толковый словарь Ушакова. Учение, являющаяся теорией, теория от греческого теория исследования, учение, являющееся отражением действительности обобщения практики человеческого опыта. Теория, если она является действительной теорией, дает практикам силу ориентировки и ясность. То есть, далее-то до революции. Ушаков это первая половина XX века. Вот. Есть определенная эволюция взглядов, но фундаментально, что такое теория, понятно. Это то, что умозрительное заключение не всегда верно. Дальше Ушаков упоминает, что теория может являться действительной теорией. Ну, а в современных терминах, что теория может являться констатацией, когда она излагает правду. К чему мы это все вспомнили? Ну, во-первых, это надо понимать. На это надо ориентироваться. А вспомнить это важно по той простой причине, что некоторые ребята пытаются теорию выдавать по умолчанию за доказанные вещи. Вот они, в частности, говорят, что теория относительности сама по себе является доказательством, потому что она сама доказанная. Так вот, из-за того, что какое-то там воззрение, какие-то там фантазии назвали теорией, если есть какие-то совпадения в показаниях, что они могут косвенно, фальшиво трактовать какие-то признаки за доказательство своей теории, ничего не меняет. Слово теория не дает научному, околонаучному, принаучному никакому труду определенного статуса. Если назвали теорию относительностью, из этого ничего не следует. Это не следует, что она доказанная. Теория относительности не доказана, это невозможно доказать, потому что теория относительности – это, по сути, фальсификация предметов счета. Фальсификация заключается, когда мы сначала считаем геометрические мерности, а потом туда добавляем четвертый. Вот раз, два, три, а четвертый туда добавляем время. То есть мы, жулики, добавили туда то, что не являлось первичным предметом счета. И на этом построено вот это вот все мошенничество, которое они назвали теорией, а теперь из-за того, что они экзотически трактуют понятие теории, они пытаются считать ее доказанной. В частности, этим грешит Макар Светлый такой, обманщик доверчивых граждан на Ютубе. Не смотрите плохие каналы, смотрите нормальные каналы, смотрите точные каналы, там, где вам дают правдивую информацию, достоверную информацию. Не смотрите бредятины всякие. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы работаем для вас. Продолжение следует...